Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Снова за парту. В муниципалитете прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. В каждой аудитории также. Где сидят наши родители, стоит по две камеры. Вот все на экране у нас сейчас это и выведено. Врачи в школе в Видновской гимназии провели плановый медосмотр учащихся. В среднем у здоровых детей у нас где-то процентов 20. Есть или не есть, вот в чем вопрос. Как вести себя православным верующим во время Великого Поста? Это время покаяния. То есть покаяние – это перемена ума, это перемена отношений к тем вещам греховным, к которым мы уже привыкли к своей жизни. Лучше всего понять выпускника, родители могут лишь оказавшись на его месте. И такая возможность им представилась. В Ленинском городском округе прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Сдача государственного экзамена – процедура волнительная как для выпускников, так и для их родителей. Чтобы лучше понять своего ребенка, более 200 жителей муниципалитета решили принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ» родителями. Первый мой ЕГЭ в жизни. Старший ребенок дает, поэтому я очень переживаю. Хочу пройти, хочу ему рассказать про риски, как себя надо вести, чего бояться, чего не бояться. И хочу результаты свои знать по русскому языку. Продолжительность экзамена всего 30 минут. Однако за это время участники акции могут прочувствовать все тонкости сдачи ЕГЭ. Родители также проходят через металлодетектор, регистрируются по паспорту и рассаживаются на специально отведенные места. Конечно, по одному. Сейчас в том киме, который предлагается родителям, там представлено не только сочинение, там представлены все типы заданий, с которыми выпускник встретится на ЕГЭ. И в этом для участников акции есть своя трудность, ведь ЕГЭ они никогда не сдавали. Я заканчивал школу в 2000 году, и, по-моему, только с 2002-2003 года министр образования Филиппов ввел ЕГЭ в нашей стране. Поэтому нет, я сдавал обычные экзамены, которые оставались после Советского Союза. Заполнили бланки, прослушали инструктаж и приступили к экзамену. Но не все так просто. За соблюдением всех правил проведения ЕГЭ наблюдает не только в кабинете, но и за его пределами. Все камеры включены. В каждой аудитории также, где сидят наши родители, стоит по две камеры. Вот все на экране у нас сейчас это и выведено. В муниципалитете единый день сдачи ЕГЭ родителями проходит уже пятый год. В этот раз в акции приняли участие пять видновских школ. Родители сегодня, вернувшись с экзамена, помогут ребятам подойти к экзамену, их уже выпускному экзамену, абсолютно без страха перед формой, перед тем, что у тебя заберут в школе телефон, что ты не можешь ничего списывать и убедят, что самое главное – знание. Ничего невозможного нет. Конечно, любой экзамен связан с волнением. И, конечно, это отличается от той системы, в которой учились мы. Но, тем не менее, я считаю, что при должном уровне подготовки экзамен сдать можно. Буквально через несколько месяцев 918 11-классников и 1959-классников муниципалитета столкнутся с государственными экзаменами. А данная акция станет помощником выпускникам и их родителям в снятии лишнего напряжения, связанного с подготовкой к испытаниям. В видновской гимназии прошел плановый врачебный осмотр, учащихся которым в этом году исполняется 13 лет. Здоровье школьников проверили педиатр, стоматолог и офтальмолог. Тему продолжит Екатерина Борисова. В стенах образовательных учреждений муниципалитета ученики регулярно проходят медицинские плановые осмотры. Они бывают расширенные, как, например, перед школой в 9-м и 11-м классах, так и промежуточные. Сегодня в гимназии проходит диспансеризация обучающихся, которая проходит у нас систематически. Она проходит по графику. Сегодня по графику шестые классы. Но их по списку у нас 99 человек. Но, может быть, дети болеют. Поэтому я думаю, что основная масса учащихся в школе. Поэтому все они сегодня пройдут диспансеризацию. Школьников 2008 года рождения в этот день осмотрели стоматолог, офтальмолог и педиатр. В среднем здоровых детей у нас где-то процентов 20. Всего лишь. Все остальные с какой-то патологией или минимальной, то есть функциональные нарушения выявляются у этих детей. Или же патология хроническая. Снижение зрения и болезни позвоночника – вот самые частые проблемы современных школьников. Врачи, с сожалению, констатируют. Если раньше на класс было всего 5-10 детей с нарушениями зрения, то теперь это количество учеников, которые хорошо видят. Очень много детей с понижением зрения. Родители порой даже не знают, что ребенок плохо видит. Они только узнают тогда, когда ребенок дома начинает щуриться. Но уже он видит вторую, третью строчку сни сверху. Упучено время. Несмотря на доступность медицины, проблем со здоровьем у школьников много. Здоровых 10-12%. А что чаще всего вы увидите в этой проблеме? Кариес? Кариес и прикус неправильный. Каждые полгода болит, не болит, не важно. Не ждать никаких черных дыр. Идти к нам, чтобы мы смотрели. Всем ребятам, у кого в день осмотра были выявлены проблемы со здоровьем, медики выдали направление в детскую поликлинику для дальнейшего обследования, уточнения диагноза и назначения лечения. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно.ТВ. Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Видновской детской поликлиники Мария Калошина. И мы поговорим об ожирении у детей и подростков. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, насколько серьезной данная проблема стала в настоящее время? В настоящее время, по данным Всемирной организации здравоохранения, люди с заболеванием из избыточной массы тела, порядка миллиарда по всей планете. Из них 500 миллионов имеет ожирение. На детское население приходится порядка 30 миллионов. Из них 15 миллионов также имеют ожирение. А если вот про нашу страну говорить? В нашей стране, но конкретно в городе Москва в 2017-2018 году было проведено исследование, которое включало в себя детей порядка 7 лет. Из них 2166 человек, у 30% мальчиков и 24% девочек было выявлено избыточная масса тела. При этом больные ожирением были порядка 10% мальчиков и также 5% девочек. То есть достаточно выраженная доля среди лиц. При этом на данный момент более преобладает ожирение лиц дошкольного и младше школьного возраста. Хотя ранее считалось, что данная проблема больше свойственна подросткам. Скажите, а в каком возрасте это начинает становиться проблемой и становится заметным для родителей? На самом деле возраст не имеет значения. Ожирение и заболевание хроническое. То есть человек, получая данное заболевание, набирает массу тела достаточно длительный период времени. При этом близким зачастую это совершенно не видно. Мотивационная настроенность пациента не может зависеть только от его изменения внешнего облика. Врачу очень важно будет говорить и называть факторы, которые способствуют развитию ожирения. И которые идут рука об руку и ухудшают течение данного заболевания. Соответственно, назовите, пожалуйста, эти факторы. Факторы, которые провоцируют это заболевание, являются, прежде всего, избыточное гиперкалорийное питание. В настоящее время очень активно, социально ведется пропаганда нездорового образа жизни. То есть в любом рекламном ролике можно увидеть рекламу фастфуда, каких-то там готовых колбасных изделий, кондитерских изделий. Также в настоящее время крайне выражен фактор гиподинамии. То есть мы в основном все передвигаемся на автомобилях, выходные предпочитаем проводить в кинотеатрах, в походах в гипермаркеты. При этом именно семейное времяпрепровождение активным образом жизни, как езда на велосипеде, катание, может быть, на лыжах, на коньках, не столько популярно в наше время. Что стоит делать родителям, чтобы вылечить ребенка, ну или хоть как-то изменить эту проблему в лучшую сторону? Конечно, родителям следует обращаться к врачу. При встрече с пациентом врач оценит массу тела ребенка, оценит рост в данной возрастной категории, сравнит с коэффициентом стандартного отклонения. И уже конкретно будет понимать проблему, что у ребенка. Либо избыточная масса тела, которую можно профлактировать, либо ожирение, которое уже следует лечить. При этом лечение ожирения включает в себя как питание, изменение питания, причем стиле именно питания, также и физической активности. Кроме того, врач располагает медикаментозными средствами для лечения ожирения. То есть в далеко зашедших случаях, если ожирение имеет уже морбидную стадию, можно применять и медикаментозную терапию, таблетированную. В настоящее время проведено исследование, которое дает возможность также инъекционный препарат вводить. Кроме того, существует бериатрическая хирургия, то есть оперативное лечение ожирения, которое направлено на уменьшение объема желудка, на исключение отделов желудочно-кишечного тракта, который отвечает за всасывание веществ. То есть проблему возможно вылечить. Главное вовремя обратиться к врачу. Это самое главное. Большое спасибо за эту информацию и за нашу беседу. Я напомню, что у нас в гостях была врач-эндокринолог Видновской детской поликлиники Мария Калошина. Всем видновчанам знакомо здание, которое в простонародье именуют Старая Прага. За долгую его историю различные магазины здесь открывались и закрывались. И только один – Рибус – стабильно работает уже больше 10 лет. О секрете успеха обувного магазина узнал наш корреспондент Максим Козлов. Для продавцов магазина «Рибус» наплыв покупателей – привычное дело, а в период межсезонья желающих обновить гардероб становится куда больше. Благо, есть из чего выбрать. У нас представлено более 50 торговых марок из разных стран. Это Германия, Турция, Испания, Англия, Словения, Россия и другие страны. Наши покупатели сейчас активно интересуются весенне-летней коллекцией 2021 года. В частности, это обувь, особенно кроссовки, различные модные кеды, лоферы, туфли, ботильоны. Из одежды их интересуют костюмы разных видов, футболки, свитшоты, ну и, конечно же, аксуары. Больше 10 лет работает «Рибус» и хотя большинство полок занимает обувь, разнообразие и других товаров постоянно увеличивается. Я захожу и была приятно удивлена, что появилась в магазине одежда, причем турецкого производителя, которого я очень люблю. Я постоянный покупатель уже очень-очень много лет. Мы вместе с мужем здесь приобретаем обувь. Мне нравится, удобно, чисто, большой выбор обуви, всегда красивой, качественной. Николай Коваленко работает в ресторане весь день на ногах. Секрет его успехов – в качественной и удобной обуви. Именно за ней он и пришел в «Рибус». Все очень удобно, вежливый персонал и качественные вещи. Магазин работает в соответствии с законом, поэтому на все здесь есть гарантия. Хотя, как показывает практика, покупатели возвращаются сюда не сдать старый товар, а купить новый. Признаться честно, в повседневной жизни я спортивную обувь не ношу. Но весна – это пора обновлений и повод попробовать что-то новенькое. Свой выбор я остановил вот на этих замечательных кедах. Пойду мерить? Стильно, модно, молодежно, но самое главное – выгодно. А выгода и немалое складывается из двух составляющих программы лояльности и огромных скидок. Каждый покупатель может оформить для себя карту лояльности. Это карта лояльности, также накопительная. Там накапливаются бонусы, которыми покупатель может оплатить 20% от стоимости товара. У нас также существуют желтые ценники и красные. Там скидки идут 20-50%, то есть можно выбрать себе товар со скидками. Но, наверное, главное, почему постоянные посетители приходят сюда снова и снова – возможность получить грамотную и профессиональную консультацию. Черный цвет ходит в пятерку классических цветов в мире, но если мы говорим про цвета, актуальные в этом сезоне, помимо черного, конечно же, это темно-синий и элегантный коричневый. Причем коричневый в разном исполнении. Посмотрите, какие оттенки друг на друга непохожие. Если мы говорим про полуботинки мужские, то всегда в тренде и в этом году тоже остаются броги. Вот эти вот элементы, вот эти дырочки, да, актуальные. Это метод брогирования. Итак, вот они, составляющие более чем 10-летнего успеха. Выгодные покупки, огромный выбор качественных товаров и профессионализм и внимание продавцов. Убедитесь в этом и вы, придя по адресу советский проезд 4. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Первая неделя Великого Поста подходит к концу. Впереди у православных верующих еще 44 дня, чтобы очистить свой организм и душу перед главным церковным праздником – Пасхой. Что такое пост, для чего он нужен и кому медики разрешают ограничивать себя в пище, узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. У православных христиан много разных постов в году, но самый главный – перед праздником Светлой Пасхи. Он длится 48 дней. Ему предшествуют три подготовительные недели. Великий пост – время очищения. И речь здесь не только о своеобразном питании в этот период, а прежде всего о духовности, возможность подумать о своей жизни, что-то изменить. Мы живем в этом мире падшем и стараемся подстроиться под этот мир, себе сделать различные утешения, построить Царство Небесное на земле пытаемся. И вот в период Великого Поста мы стараемся максимально лишить себя всех этих утешений. Это время покаяния. То есть покаяние – это перемена ума, это перемена отношений к тем вещам греховным, к которым мы уже привыкли к своей жизни. Это вот именно изменение своей жизни. Галина Савелова пришла к вере в 33 года. Случилось это перед Великим Постом. Поговорила с духовным наставником и с тех пор соблюдает все православные посты. Поста Великого всегда очень жду. Всегда очень жду. Он действительно приносит какую-то духовную радость, духовное удовлетворение. И когда люди приходят, я узнаю о том, что они не постятся. Я, честно говоря, в сердце скорблю. Почему? Потому что если человек не постится, он не может радостно, так как вот должно, встретить потом Пасху. Нет вот той благодати, которая бы могла быть, если бы человек постился. Сильно ограничивать себя в питании и поститься по церковным канонам рекомендовано не всем верующим. С этим согласны и священники, и медики. В целом, говорят врачи, пост неплох для организма. Ведь временно прекращается поступление животного белка. Но надо учитывать личные особенности здоровья. И что самое главное, нельзя рассматривать этот период как длительную диету. Пост противопоказан беременным и кормящим женщинам. Тем, кто занят тяжелым физическим трудом. Престарелым людям и лицам до 14 лет. Отказаться от поста следует, например, при обострении хронического гастрита, эрозиях желудка и 12-перстной кишки. Противопоказан пост и больным после желудочно-кишечных кровотечений. При анемии, гиповитаминозах, ослабленным, больным с дефицитом массы тела и страдающим хроническим холециститом, панкреатитом и с внешней секреторной недостаточностью функции поджелудочной железы. Также Тимур Асанов рекомендует внимательнее отнестись к решению поститься и людям, которые переболели коронавирусной инфекцией. Эффективность реабилитации экс-пациентов зависит и от питания. Если желание непреодолимое, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Завершится Великий пост светлым воскресеньем 2 мая. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Старшеклассники из Ленинского городского округа стали участниками Всероссийской исторической интеллектуальной игры 14-18, которая была посвящена событиям Великой Отечественной войны. Ее организаторами выступили партия «Единая Россия» и движение «Волонтеры Победы». Наша съемочная группа побывала в видновской школе номер 10 и понаблюдала за игрой местной команды. Название интеллектуального соревнования 14-18 выбрано не случайно. Именно столько дней длилась Великая Отечественная война. Задания были основаны на исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах. Игра проходила по всей стране. Формат игры, он заставляет ребят с большим интересом и вовлеченностью окунуться и изучать историю Великой Отечественной войны, наши славные страницы и сохранять историческую память. Игроками онлайн-поединка стали учащиеся с 8 по 11 классы. Команда из видновской школы номер 10, как рассказал ее капитан Ильша Джафаров, была собрана в течение двух недель. Читали разные документы, указы о Второй мировой. Смотрели историю развития всех событий во Второй мировой войне, даты изучали. Ребятам предстояло ответить на 20 вопросов. Все задания охватывали период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945. В фильме «Они шли на восток» показана судьба представителей этой страны, которые приняли участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Ребята занимались с учителем истории в наших кружках исторических и секциях. У нас есть школьный музей, который мы недавно открыли. Там у нас проходят активные занятия. Я надеюсь, все это ребятам поможет. Участник команды 10-й школы с исторической фамилией Александр Кутузов рассказал, что хорошо подготовился и уверен в своих знаниях. Мне одинаково дается запоминать как даты, так и исторические события, их особенности, их детали. От муниципалитета в исторической онлайн-игре также приняли участие две бутовские школы. Результаты интеллектуального соревнования станут известны через несколько дней. Рейтинг команд будет опубликован на официальном сайте игры 1418. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.